Рисует Леонид с первого класса. Сегодня юноша уверен, изобразительное искусство может стать его профессией. В Сириус Леонид попал благодаря маме. Именно она отправила заявку на конкурсный отбор центра. Удача сочинцу улыбнулась в том числе и благодаря его достижениям. Юный художник-призер Межрегиональной Олимпиады школьников архитектуры и искусства, обладатель диплома первой степени полиэнерной практики в Санкт-Петербурге. Новая возможность набраться опыта была мечтой, признается Леонид. Ведь здесь образованием учеников школ искусств занимается Сергей Андреяко, народный художник, художник-акварелист. Интересно рассказывает. И помимо о том, как и что нам рисовать, он рассказывает о истории акварели в целом. Мне нравится, я много чего узнаю. Я никогда не знал, что надо делать фон в несколько слоев, много слоев, пять. Я обычно просто красил. Знания – это главное, что планируют вложить за 24 дня в своих учеников Сергея Андреяко. Только на эмоциях. Высокохудожественную картину не нарисовать, уверен педагог. Когда ребята выходят на природу, работают с натурой, они должны многое знать, чтобы, ну, понимая и с пониманием это делать. Ну, вот мы поэтому сейчас выполняем эту миссию. Ну, сколько бы у меня не было эмоций, как бы я там, но если я техникой не владею, если я не могу как-то знать, в общем-то, ну, определенным образом эту дисциплину, у меня ничего не получится. У меня будет просто разбрызгиваться краска по листву, и будут одни такие, ну, немножко беспомощные эмоции. Вот здесь должно быть знание. Искусство, наука, музыка, балет, спорт – по всем этим направлениям углубленные знания уже получили более трех тысяч российских школьников из 71 региона. Помимо же знаний, тренеры дают детям ценнейшие профессиональные советы и мотивацию, которая считается чуть ли не главным инструментом к достижению успеха. Хорошим помощником выступает и инфраструктура – лед, балетные залы, библиотека, лаборатории, профессиональные музыкальные инструменты. Здесь все работает на то, чтобы молодой профессионал перешел на новую ступень развития. Как известно, образовательный центр находится под патронатом президента страны. В том числе и благодаря этому использовать свой шанс появился у ребят даже из самых отдаленных уголков страны. У них уже конвертация таланта произошла. Теперь они видны, теперь они в сообществе, и теперь это сообщество будет во многом отвечать за то, чтобы этот человек состоялся и состоялся в России. Потому что их трудоустройство в России, их работа в России и является основной задачей нашего центра. Некоторые воспитанники образовательного центра попадут сюда еще раз. В июле в Сириусе запланирована годовая смена для самых мотивированных из ребят, которые после окончания смены продемонстрировали новые успехи. А благодаря новому направлению в разных регионах страны о Сириусе и Сочи узнают в том числе и в художественном исполнении. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.